Викинг 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 То, что происходит у нас не только в интернете, но и по первому каналу. Наконец-то появилась реакция первого канала. Поскольку первый канал так или иначе связан с продюсированием этого фильма, то, наверное, обойти он это и не мог. И в одной из передач было сказано, что когда волна возмущения тем, что показано в фильме, достигнет определенного момента, то на первом канале появится программа. Вот она появилась. Итак, уважаемый ведущий Познер встречается с Анатолием Максимовым в передаче «Познер». Давайте немножечко послушаем, о чем идет речь и попытаемся понять, как и что из этой передачи нам следует понимать. Главное, чего мы работали, это эмоции зрителей. И мы их получили, но это мало сказано. Мы их действительно получили. Вообще фильм вызвал такой взрыв прямо общественный. Причем и в соцсетях, и в личных разговорах и так далее. И я хотел бы начать с того, что кажется мне, наверное, наименее важным, но любопытным. А именно с реакцией кинокритиков. Вот в своем подавляющем большинстве, по крайней мере, из того, что я читал, я читал довольно много, эта реакция не просто негативная, она злобная. И если говорить одним словом, я бы скажу, что она враждебная. Вот у вас есть этому объяснение? Критики всегда критики, это все понятно, но в данном случае нокау вот этого отрицательного отношения просто очень высокий. Ну, я могу предположить. Да, я тоже это, естественно, заметил. Еще бы. Ну, сказать, что я покрыт там шрамами и кровоподтеками, нет, но это нормально. Это другое дело. Когда мы выходим в большом количестве людей, надо ожидать, что мнения будут разные. То, что критики являются своего рода учителями жизни, они моделируют процесс, кинопроцесс, жизни, творчество, все равно. То есть какие бы... Все-таки речь идет о критике, а не о киноведах. Поэтому этот фильм для них вне зоны ожиданий. То есть вот есть какое-то... У каждого из тех, кто высказывается, есть какое-то ощущение развития процесса, фильма, жизни. Он, ну, недостаточно политизирован для того, чтобы, ну, как бы стать легкой добычей. Показывать это самая легкая форма критики, привязывать это к текущему, к актуальному социально-политическому моменту жизни. Очень интересное здесь высказывание о том, что все-таки этот фильм в первую очередь должен быть рассмотрен не критиками, а киноведами. Но в этом случае, на мой взгляд, зачем его тогда показывать в кинотеатрах не просто киноведам и даже не критикам, а всем, кто зайдет в этот кинотеатр, кто заплатит деньги. Здесь я не видел какой-то связки, почему именно киноведы должны определять качество этого фильма, а не зритель и не критик. Хорошо, еще здесь интересный есть момент на четвертой минуте и 22 секунды. Давайте попробуем его поймать и послушаем, что здесь происходит. Это как стоять, куда пошли? Слушайте, вот среди множества вещей, которые отличают американцев от русских, вот есть следующее. Встречаются два американца. Один спрашивает другого, как дела? Тот улыбается в 64 зуба и говорит, fine, то есть прекрасно. Может быть, у него очень плохо, но он этого не скажет никогда. Он скажет, что все отлично. Почему? Потому что в Америке нельзя быть лузером. Надо всегда быть в порядке. Иначе действительно дела будут неважны, а тебе пойдет определенный слух, что он никуда. Поэтому надо всегда быть тип-топ, так сказать. Встречается двое русских. Как дела, спрашивает один другого. Так себе, ничего. Это уж лучшее... Почему он так говорит? Хотя, может, у него блестяще вообще. Может, он только что выиграл 100 миллионов долларов и удачно, не знаю, женился и все. Почему все-таки он скажет так? Чтобы не вызвать зависть. Чтобы человек, который его спросил, не подумал бы, ага, ему хорошо, а мне плохо. Ну-ка, нельзя ли что-нибудь сделать? Это вообще такие психологические вещи. Так вот... Остановлюсь сейчас и немножечко прокомментирую. Такое представление у меня складывается, что американцы, они молодцы, а русские, в противовес американцам, полные лузеры. И то, что все разговоры у русских строятся только по принципу «завидую я тебе или не завидую». То есть, когда встречают человека в России, то человек обязательно с точки зрения и на позиции зависти начинает общаться с другим человеком. Американцы никому не завидуют. Американцы такие молодцы. Это мне немножко непонятно на самом деле. И еще один такой момент по поводу зависти. Давайте прослушаем, и может быть там что-то еще раскроется. Мне показалось, и может быть я ошибаюсь, и тогда вы мне скажете это, что причиной этой вот враждебной, как я сказал, злобной критики является, по крайней мере, отчасти зависть. И к вам, и к Эрнсту, к успеху, к благополучию, к тому, что Викинг установил новый рекорд своих сборов финансовых, да. 60 стран купили права на его показ. Большой успех. Это дико раздражает. Нет? Вот честно говоря, когда я общаюсь с другими слушателями, зрителями, друзьями, знакомыми, и встает перед нами тема фильма «Викинг», я как-то не особо замечал, что кто-то из моих собеседников начинал говорить про создателей фильма, про то, какие они успешные, как у них все здорово и замечательно. Говорили не про создателей, а все в один голос говорят про то, что этот фильм собой представляет. Про его качество, про игру артистов, про декорации. И иногда это, конечно, доходит до того, что, говорят, потрачено миллиард 250 миллионов, это значительная сумма. На эту сумму можно было сделать очень чего полезного, много для России и для простых людей. Семь лет эта сумма тратилась, в этот фильм вкладывалась. Но я ни разу не слышал о том, что вот Эрнст такой величайший человек, он столько денег много зарабатывает. Или Эрнст, вот он такой, трам-тарадам-тарадам, он столько денег загребает. Или кто-то еще. Я не слышал никогда с точки зрения зависти высказываний. Поэтому я как-то даже не могу с этим согласиться. Но послушаем ответ. Ответ нам не дают послушать, пока идет реклама. Вот так на Первом канале или у тех, кто распространяет этот фильм, этот, вернее, ролик, реклама вставляется. Ладно, хорошо, ответ. Я согласен абсолютно, что вот это такое прикровенное ощущение, то, что не сглазить у меня там как-то, но я лучше скажу, что не очень. Это есть. Мы говорим сейчас о разрегулированных отношениях между теми фильмами, которые мы снимаем, и теми людьми, которые их смотрят. Здесь хороший ответ был, да, на то, что он не согласен с подачей вопроса. Все-таки здесь немножко по-другому все, а не просто в зависти какой-то. Итак, в чем же здесь несогласие? Что же по-другому здесь происходит? И отчасти, наверное, я соглашусь с вами, мы оказались в расщелине между этими разошедшимися берегами. Потому что когда это один из большого количества фильмов, он не воспринимается с таким вот разочарованием. Ну, другой фильм будет, ну, не нравится это, ну, ничего страшного. Здесь это как бы один фильм, один настоящий. Зачем же вы загнали туда-другой ресурс? Зачем же вы вообще так сделали? Да надо было совсем по-другому. Зачем вы потратили столько денег? Да, столько денег, да. Надо вообще-то времени, надо было все делать по-другому. И вот тут, наконец-то, звучит правда, которая честно здесь излагается о том, что люди-то недовольны вот именно вот этим. Люди, которые видели очень много рекламы, очень активные рекламы, слышали про огромные суммы, которые были вложены в фильм, ожидали увидеть что-то, что-то нечто. Что-то такое, что бы их просто поразило, поразило с хорошей точки зрения. Ведь фильм как исторически заявлялся. Поэтому, наверное, вот тут честно и дан ответ. Чем люди недовольны, с чем они не согласны. Так, посмотрим, что еще здесь, какие интересные моменты у нас есть. Ну, вот, например, 7 минут 40 примерно секунд. Давайте послушаем. В нервленном пенящемся раздражении, которое я тоже ловлю, это связано с тем, что, ну, как бы, отчасти это форма любви, как это ни странно. Самое ужасное – это когда все равно. Вышел фильм. Согласен. Да, хоть бы еще 10. Это я согласен с вами. Здесь это разочарование. Ну, хорошо. Значит, бог с ней, с критикой, я, например... Ну, что есть сказать? Здесь я ничего не скажу. Теперь следующий момент. Очень тоже, на мой взгляд, интересный, на который следует обратить внимание. Где-то вот отсюда начинается. Давайте послушаем. А ведь речь идет о фильме, рассказывающем о событиях, происходивших тысячу лет тому назад. Тысячу лет тому назад. Причем нет ни одного свидетельства того времени, вписанного, ничего нет. Через 100 лет после крещения появилась повесть временных лет. Но это 100 лет спустя. Это опять не очевидец. Это не человек, который в это время жил. Значит, мы на самом деле, ну, знаем очень мало, реально, совершенно точно, о том, как это было. И вот, тем не менее, такая бурная реакция. Как будто это прямо касается нас сегодня. Насчет того, есть свидетельства или нет свидетельств. И повесть временных лет и так далее. Вот можно полазить по энциклопедиям, посмотреть где, чего, когда, откуда, сколько и так далее. Довольно-таки занятный процесс, когда лазишь по энциклопедиям, лазишь по различным ресурсам. И вот, что касается истории создания летописи. Значит, что написано. Автор летописи указан в Хлебневском списке, как монах Нестор, известный агеограф на рубеже XI-XII веков. Значит, XI век. Да, там прошло какое-то время. Но сказать, что уж очень много времени и все потеряно, невозможно. Тем более, что неоднократно заявлялось, именно на эту летопись идет акцент. Именно повесть временных лет явилась основой для того, чтобы был снят этот фильм с точки зрения исторических процессов, происходящего. Теперь же, если мы посмотрим на саму повесть временных лет, как источник, на который следует обращать внимание, то с удивлением обнаружим, что в этой повести временных лет, вот она, появляются вдруг вот такие моменты. в год такой-то, такой-то, потом такой-то, 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 и пустота. Нету ничего. Потом вдруг появляется. То есть раз, два, три, четыре, пять лет ничего нет, потом вдруг появляется что-то. Потом раз, опять два года ничего нет. Опять что-то появляется. Три года ничего нет. А здесь вообще раз, два, три, четыре. Как вы видите, очень много ничего нет. Потом еще очень много ничего нет. Доходим до интересных моментов, которые уже ближе к Святославу, тоже видите, такие дырочки очень серьезные, вот тут вообще очень все интересно, видите, да, 916, 917, 918, 919, потом раз, одна фраза, потом опять с 21 по 28 ничего нет, еще фразочка, с 30 по 33 ничего нет, 34 одна фраза, 36 по 40 ничего нет, и вот начинается о том, что Игорь пошел на греков и так далее, но самое интересное, как вообще подается эта повесть, когда начинаешь читать, кто там, когда, где родился, когда, кто на ком женился, сколько кому было лет, Наверное, здесь надо сделать отступление и сказать, как преподносит Нестор летописца официальная историография Нестор летописец, также Нестор Печорский, Нестор Киевский, около 1056-1114 года, древнерусский летописец, а географ конца 11-го, начал 12-х веков, монах Киево-Печорского монастыря, традиционно считается одним из авторов повести временных лет, Который наряду с чешской хроникой Казьмы Пражского и хроникой и деяниями князей или правителей польских гала-анонима имеет фундаментальное значение для славянской культуры Канонизирован русской православной церкви в лике преподобных Вот такие официальные сведения Теперь, после такой небольшой справки, можно переходить к изучению повести временных лет Что там написано и как там написано Вот когда она стала называться «Земля русская» и вот начинается от Адама От Адама до Потопа столько-то лет От Авраама Там от Потопа до Авраама столько-то лет Авраама до Исхода Моисея столько-то От Моисея до Давида столько-то лет Читаю, думаю, русские где От Давида, начало царства Соломона Столько-то лет до Иерусалима И так далее, и так далее, и так далее Потом до Пленения Александра От Александра до Рождества Христова От Христова до Константина От Константина до Михаила От первого года царствия Михаила до первого года княжения Олега И вот тут появляется уже Олег Каким боком, с какого припёка он здесь оказался, непонятно Но там дальше очень интересно начинается Итак, от года царствия Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет От первого года княжения Олега с тех пор, как он сел в Киеве, до первого года Игорева – 31 год, от первого года Игоря до первого года Святослава – 33 года, от первого года Святослава до первого года Ярополкова – 28 лет, а княжий Ярополков – 8 лет, а Владимир княжил – 37 лет, а Ярослав княжил – 40 лет. Таким образом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет, от смерти же Ярослава до смерти Святополка 60 лет лет. Но возвращаемся мы к прежнему и расскажем, что произошло в эти годы, как уже начали. С первого года, с Расскими Михаила, я расположил по порядку года. То есть, если есть желание себе сломать мозг, то, наверное, лучше, чем почитать вот эту летопись, вы ничего не найдете. То есть, где конкретно, какая дата, что имеется в виду, от какого года, от года рождения, от года княжества, от года смерти, от чего, то есть, отталкивается, непонятно. Дальше идут знаменитые эти пробелы, которые почему-то появляются в очень интересных местах. И что тут еще можно отметить, если мы смотрим про летопись, то здесь указывается о том, что летописи выходили неоднократно в разных редакциях. К примеру, вот повесть временных лет монаха Нестера утрачена, а до нашего времени дошли доработанные версии. При этом ни в одной из летописей нет указания на то, где именно оканчивается повесть временных лет. Очень интересно получается. Оригинала нет, но при этом на оригинал ссылаются. Источником для летописца послужили предания, народные песни, устные рассказы современников, некоторые письменные агеографические документы. Древнейший свод продолжил и дополнил в 1073 году монах Никон, один из создателей Киево-Печерского монастыря. Затем в 1093-м игумен Киевско-Печерского монастыря Иоанном был создан начальный свод, который использовал новгородские записи и греческие источники. Вот такая получается история. Существуют другие свидетельства, которые можно почитать, посмотреть, когда, кто, зачем, и не только в русских, но и в иностранных летописях. Можно много что интересного найти. Поэтому ссылаться на исправленные рукописи, только на исправленные рукописи Нестора, как единственное что-то такое, на мой взгляд, это неправильно. Единственное правильное имеется в виду. Это неправильно. Итак, понятно, что свидетельств, если говорить толком с точки зрения Нестора, может и не быть с двух точек зрения. Почему? Первое. Нестор был все-таки христианином. И задача Нестора была написать свое послание с точки зрения христианина, который находился на Руси во времена ее крещения. То есть необходимо было возвысить что-то и, может быть, унизить что-то или, может быть, замолчать что-то. Дальше, исходя из тех пробелов, которые в годах существуют, скорее всего, оттуда были убраны целиком эти главы по годам. Или оставлены только те, которые ни на что особо не влияют, где можно было прочесть что-то, но прочел и прочел, толком ничего это не означает. Вот. Дальше интересная еще фраза одна. Мне понравилась здесь. Ее тоже надо посмотреть. Вот она звучит так. Оттесненной формы любви. Хейт, как называется. Ненависть по отношению к отечественному кинопродукту. Хейт – это по-английски значит ненависть. У нас это уже стало интернет-термином. А вот так? Да, это просто устойчивый термин стал. Это еще одно русское слово. Кино, да, еще одно русское слово образовалось. Есть очень важная, мне кажется, вещь. Это в подсознании живет некая версия прошлого, в которой человек себя уже проецирует. Корни. Мы наступили, какое-то болезненное место. Сейчас, одну секундочку, я еще один вопрос задам, потом вот эту тему обязательно мы продолжим. Значит, люди, как про, так и контра, рассуждают категорически, безапелляционно, при этом ничего не зная. Или почти ничего. Вот это... Здесь два момента, на которые я обратил внимание. Первый момент – то, что есть ненависть к нашему отечественному кино. Но я никогда не слышал о такой ненависти. Может быть, я не с теми людьми общаюсь. Может быть, я не там нахожусь. Но никогда о ненависти к отечественному кино я не слышал. Есть отдельные фильмы, есть отдельные режиссеры, есть отдельные продюсеры, есть какие-то большие суммы денег, которые с точки зрения обывателя, зрителя, критика или, может быть, даже киноведа потрачены не туда. К примеру, фильм «28 памфиловцев», он имеет очень прекрасные отзывы. И там негатива очень мало. В этих отзывах там больше рассказывается о том, какой это классный фильм. Побольше бы таких фильмов. Да, есть споры о том, правда это неправда, но нет разговоров о том, что фильм полный. Вы поняли, что здесь именно разговор идет о том, что денег затрачено во много больше, но при этом отдачи нет. Поэтому говорить о ненависти к отечественному кино нельзя. Ненависти никакой нет. Есть недоумение у людей, недовольство, вызванное на почве недоумения, и отвращение по поводу того, что они увидели. Вот это есть. И не надо, на мой взгляд, все кино, отечественное, российское в данном случае, привязывать к этому фильму. И на основе этого фильма, вернее так, на откликах об этом фильме делать вывод, что появилась ненависть к отечественному кино. Так что как-то вот так. И дальше идет сравнение о том, что же люди так вот прям возмутились, почему о том, что было раньше, они говорят с точки зрения современности. Вот тут есть еще один маленький интересный момент, который тоже не надо обходить, наверное, вниманием. Очень он хорошо здесь подан, акцентирован. Давайте его послушаем. Или в баню ежедневную, или еженедельно хотя бы. Ну, вообще все тогда были грязные, между прочим. Средние века этим отличаются. Вот римляне были чистыми, а потом пришли варвары, и мыли только при рождении, при смерти, еще, кажется, один раз в году. Вот тут интересный момент заявления, когда варваров, варварами или барбарами, то есть людьми второго сорта, называли нехристиан. И вот этот момент как-то меня вводит в ступор недоумения. Если мы говорим о варварах как о нехристианах, то это одно. Если мы говорим о варварах как о христианах, и это другое. Почему я ставлю такое разграничение? Во-первых, известны очень многие писания как раз европейских летописцев, упоминания, опять же, европейских историков, о том, что именно христиане не мылись. Они принимали, большинство из знатных людей, принимали водные процедуры при крещении и после смерти, когда их омывали. И об этом множество упоминаний. Дочь Ярослава Мудрого, Анна, писала очень нелестно о нравах и о том, как смердят известные люди во Франции. И что это за деревня, вонючая Париж, в которой батюшка ее сослал. Об этом есть упоминание. А вот что касаемо варваров, если это не христиане, то в этом случае известны обычаи русские. Почти в каждом доме была баня, почти в каждом дворе она топилась несколько дней в неделю. Как правило, это были три дня в неделю. Так что говорить о том, что русские люди или варвары были немытые, это очень серьезное упущение. Добавок ко всему, надо отметить, что Европа постоянно страдала от эпидемий, от грязи, от блох, от вшей. И об этом упоминают тоже многие авторы известные. И в романах об этом говорится, европейских, когда знатные барышни вплоть до, скажем так, 17-го, даже 18-го века вычесывали у себя из париков в шеи гнид. И это было нормально. Припудривались, и там парфюмерия расцветала. Но там на самом деле практически не мылись. Поэтому вопрос, кто же те варвары, которые разрушили Рим, если это были немытые, которые мылись несколько раз за свою жизнь, как-то здесь не сходится. Здесь надо определиться, кого мы называем в данном случае варварами. И это очень важный момент. Кто же тогда разрушил Рим? И тогда встает вопрос, а кто Рим построил? Если мы берем упоминание тех же самых латинян за основу, то видно, что Рим построили этруски по образу своих городов. И что в Риме были и канализации, и водопроводы, которые до сих пор существуют, до сих пор действуют, несмотря на множественные землетрясения. И были там прототипы баней, где мылись постоянно. Получается, что эта традиция осталась от этрусков. А кто такие этруски? По многим упоминаниям, этруски – это племена, схожие с венедами, которые говорили на языке, очень-очень близком к славянским языкам. А кто-то говорит, так это вообще славянские языки. Мало того, многие ученые, которые читают этруские письмена, они говорят, так ёлки-палки, тут же всё написано по-русски. Тут всё написано по-русски. Получается, что Рим был построен одним из направлений наших предков. Потом пришли какие-то варвары, которые мылись только при крещении, и после смерти их омывали, и разрушили этот мир, этот Рим. Говорка здесь не случайна, потому что Рим и мир можно читать и с одной, и справа налево, и слева направо. Так вот, выходит, что наши предки мылись постоянно и несли цивилизацию другим, и строили по своему подобию города, и всё было замечательно и здорово. А там, где разрушалась цивилизация, вернее, устои наши, вот там наступали эпидемии, там запрещались бани, как срамные и бесовские устройства, и вот там начинались проблемы. Так что я не согласен с тем, что здесь предки наши какие-то грязные и вонючие. Ну, можно про предков ещё немножко дальше послушать, тоже достаточно интересно здесь всё изложено, заслуживает внимания. Ну, где-то вот с этого места, там 12.50, ну, давайте так вот нажмём, 12.46, и слушаем. Баётся и глубоко страдает по поводу совершённых им преступлений. Ну, ещё много можно найти вещей, но, на мой взгляд, всё это сводится вот к чему. Что вы, и не только вы, показали наших древних предков не в самом лучшем свете. Вот, почему это так обижает? Слушайте, это тысячу лет тому назад, ну, ну, что вы так... Нет, просто как будто вы меня лично. Ну, в чём дело? Да, 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 там, то есть, какие-то реакции ожесточённые были до психоза. Я тоже это видел. Но у вас есть объяснение? Да, мне кажется. Это же на пустом дверце. Нет, мне кажется, это есть, да. Дело в том, что есть какая-то приуготовленность к своему историческому прошлому, вот, к корням, где всё было так, как мы мечтаем. Они знают языческих богов. Откуда? Вот тут я остановлюсь, вернее, остановлю передачу. Мне как-то странно слышать русскому человеку, странно слышать удивление других людей, которые живут в России, почему русские люди так чтут своих предков. Вот, честно говоря, странно. Русский человек всегда своих предков уважал. Русский человек всегда чтил память своих предков. И есть даже русская пословица «об умерших или хорошо, или никак». Эта пословица очень многое объясняет. Даже если где-то предок был, может быть, не совсем хорош, но о нём плохо говорить нельзя. Если же мы берём те факты, которые до нас доходят, опять же, о тех же этрусках, о том, что разрушалось и как разрушалось, берём описание различных путешественников, тех же монахов, о укладе жизни русичей, жизни русичей в разные времена, мы увидим, что там не было блуда, там не было кровавых жертвоприношений, там не было ничего плохого, там всё было очень и очень хорошо. И многие иностранцы, приезжая в Русь разных времён, удивлялись, насколько сильные, порядочные, добрые, радушные люди, как у них всё чисто в домах, как у них всё правильно, как они живут богато. Там нет упоминаний о том, что наши предки жили плохо, в грязи, друг друга резали, обманывали и занимались ещё не пойми чем. Поэтому мне, как русскому человеку, непонятно, почему в России люди не понимают о том, что память предков – это святое, не понимают своего единения с предками. Может быть, они говорят о каких-то других предках, может быть, они считают предками кого-то другого. Ну, значит, у нас разные предки. Я своих предков почитаю, я своих предков уважаю, я знаю, что от волчьей ягоды яблочко золотое не родится, поэтому мои предки для меня святое. И если они показаны как свиньи, то в этом случае я себя тоже ощущаю свиньёй. Если мои предки были свиньи, ну, значит, походу они свиней рожали, значит, я тоже должен быть поросёнком. Но как-то я себя поросёнком не ощущаю. И в обратную сторону получается, что они тоже не были поросятами. Или здесь так быстро сработала эволюция Дарвина, что из поросят они как-то вот так быстро эволюционировали и достигли человеческого уровня. Может быть, это имеется в виду. Но как-то вот меня не устраивает. И дальше, когда фраза «А знают богов или не знают богов». Ну, давайте послушаем. Ещё одна реклама началась. Сейчас она закончится. Я пока продолжу. Итак, когда говорят о том, что знаем мы богов или не знаем богов, так вопрос к вам, уважаемые, а вы что знаете о богах? Вы откуда это всё знаете? Кто вам это рассказал? У Нестора это всё написано? У кого это всё написано? Они не знают богов русских. Но подождите, ведь многие рукописи христиане писали. Христианам эти бога были до одного далёкого места. Потому что задача христиан, которая была поставлена ещё в Ветхом Завете для иудеев – уничтожать капище и святилище, вырубать рощи. Это написано в Ветхом Завете. Это не моя выдумка. И дальше разрушение кумиров, разрушение образов, разрушение вот этих вот храмов и святых рощей, вырубания, оно было как-то так направлено у христианства, понятно, против кого. Поэтому, если вы не нашли упоминания о древних наших богах где-то в христианских писаниях, это ещё не говорит о том, что их нет. Примерно то же самое, как искать в упоминаниях нацистской Германии, вернее, у историков, которые в нацистской Германии трудились, чего-то хорошего о, ну, скажем так, славянах. Вот из этой же серии. Если там идёт рассказ о том, что славяне – это люди второго сорта, они подходят как рабочие, как рабы, то в этом случае вряд ли будет превозноситься культура славян. Вот здесь вот я что-то вижу схожее. Если Нестор не написал что-то о богах или если кто-то другой не написал что-то о древних богах, это ещё не означает, что их не было и о них никто не знает. И если вы об этом не знаете, это не делает вам плюс. Это говорит о том, что вы просто этим не интересовались и, может быть, вам это было не нужно. Но заявлять о том, что никто не знает, если я не знаю – это неправильно. Если я не знаю существование соседа, это ещё не говорит о том, что сосед мой не существует. Если я ни разу не был в Америке, это ещё ни разу не говорит о том, что Америки нет. Если я не видел звезду где-то там созвездия Плеяд какую-то с очень интересным названием, это еще не говорит о том, что ее нет. Поэтому подход, на мой взгляд, не совсем верный в данном случае. Ну что ж, продолжим слушать. Еще одна реклама. Хорошо, как только закончится реклама, сразу включаю, а то, как я чувствую, нас реклама будет перебивать. Очень много на рекламу уходит. Кстати, один из показателей, за счет чего живет современное телевидение, за счет как раз рекламы, за счет того, чтобы чей-то заказ исполнять. Ведь много объясняется. Слушаем. Реконструируют по балтийскому литовскому богу Перкуносу, потому что литовцев крестили последними в Европе в 1385 году. Поэтому это какая-то реконструкция. Есть набор фактов, которые случились с Владимиром, которые говорят о том, что это не тот положительный персонаж, которого вправе ожидать там какого-то героя. Речь идет, как и в любой драме, превращение одного человека в другого. И на этом перепаде высоты, собственно говоря, и происходит событие, эмоциональное событие. Тогда оно задевает. За что страшно мне было? То есть, как близко и как сильно залегает какая-то национальная, в плохом смысле этого слова, даже не спесь, а какое-то ощущение внутреннее, ну, наше-то лучшее, вот наше куда. Да, и количество людей там на съемках, например, к нам приезжали в фильм «Викинг», красиво, приезжали такие там, группа называется «Белые волки». Как называется? «Белые волки», такая группа. «Белые волки»? «Белые волки», да. И они приехали, увидели, а у нас афро-россиянин, второй режиссер был. Они развернулись, о, это не наша картина. Развернулись и уехали. Вот так? Да. И дальше, это был только один звоночек. И дальше, по мере того, как фильм как бы становился больше, и о нем узнавало больше и больше людей, достаточно большая группа политических, скажем, неофольных людей, но они вдруг объединились на каком-то вот одном универсальном идеалистическом прошлом, которое, наверное, я немножко, наверное, сгущаю, но ближе всего была бы Снегурочка Островского. Не было бы у Галелия. Очень интересно, опять, все завершается тем, что не было богов. Я не могу сказать, был бог Лиль или не был бог Лиль в данном случае. Вернее, я могу рассказать, но мы не будем этого касаться. Снегурочка Островского в упрощенном формате, вернее, как отсылка к Снегурочке Островского, к этому упрощенному формату, к подаче, говорит о том, что как-то, на мой взгляд, прослезывается неуважение к зрителям. Ребята, ну, если вы не поняли такого высокого фильма, как «Викинг», то в этом случае идите смотрите Снегурочку. Снегурочка-мультфильм, Снегурочка-оперу, Снегурочка-фильм. Вот там вам все расскажут, там вам все будет понятно. То есть, как-то зритель воспринимается немножечко непонимающим этой жизни человеком. Это как минимум. Слушаем дальше, что будет интересно. Ну, никто не знает Стрибога, Дашьбога, ну, кто они такие? Ну, этого не было. Но количество рекомендаций... Опять интересная фраза. Никто не знает. Подход очень интересный, о котором говорил раньше. Я не знаю, значит, этого нет. Кто такой Дашьбог, кто такой Стрибог, кто такой Перун? Оказывается, Перун был взят у каких-то Балтов, у Прибалтов, потому что они самые последние крестились. Ну, в общем, интересно получается заявление. Если об этом не знают, этого нет. Конструкции, которые... Это очень простая вещь. Не существовало письменности. Пока её нет, всё равно интернет является в этом смысле чрезвычайно активной, опасной средой. Очень интересное заявление о том, что не было письменности. Очень интересное. И не берётся во внимание то, что существует множество упоминаний о том, что письменность была. К примеру, вот интересная статья, где рассказывается... Начинается и про ферский диск, и про высказывания Классана и Екатерина. Ну, к примеру, славяно-русы, как народ ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях Старого Света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности, искусствах и просвещении. Памятники требуют навсегда неоспоримы... Памятники прибудут навсегда неоспоримыми доказательствами. А что у славян была грамотность не только до общего видения между ними христианства, но и задолго до Рождества Христова? В том свидетельствуют акты, возводящие грамотность славяно-русов от X века назад до глубокой древности, через все темные периоды истории. Из этого здесь выведенного яствует, что славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде римлян и даже самих греков, и что исход просвещения был от русов на запад, а не оттуда к нам. И если что остановило на время просвещения русов, то это были периоды губительнейших нашествий персов, поздних персов имеется в виду, не древних персов, а поздних персов с другим разрезом глаз и так далее, греков и римлян, истреблявших все огнем и мечом, ровно и внутренние раздоры, оканчивающиеся всегда всеистребляющими пожарами. И сам Шлёцер, этот отвратитель всего возвышающего славян над другими народами, не смел не согласиться вследствие свидетельства Геродота и других греческих, еще неогреченных пеласгов. Что многие скифские племена знали грамоту, и что сами греки приняли алфавит от пеласгов народа также скифского, и что все равно славяно-русского происхождения и и классен. Если уж коснулись мы здесь скифов, то весь мир восхищается изделиями золотые, которые находят в скифских, сарматских, сахских курганах, которые называются золото скифов. Но если бы там было просто золото, какие-то грозди, слитки или непонятной формы что-то еще, то это одно дело, но мы-то там видим изделия, изделия очень высокого уровня, качества, и знаменитый Фаберже сумел приблизиться к их изготовлению только-только вот на рубеже 19-20 века. Это о чем говорит? Неужели скифы так умели шлифовать изделия и вытачивать их своими штанами, сидя на седле? Может быть, лошади у них были такие интересные, что они так крупами двигали, что скифы, двигаясь на этих слитках золота, вытачили такие интересные изделия, которыми, повторю еще раз, весь мир восхищается. Из-за борьбы, за обладание, вернее, этими изделиями в борьбу включаются разные страны, и все хотят их видеть в своих музеях, как и частных, так и государственных. Так что как-то здесь не очень все понятно. Именно язык является зеркалом-хранителем народной души. Именно язык слова «логос» является совместилищем духа с предотвращением в сакральных и метафизических знаниях. У наших предков, у славян, между дел великого значения всегда к речам, к речениям и словам было особое почтение. И тем паче должны были они иметь желание зафиксировать сказанное, так сказать, растечься мыслью по древу. Наши предки писали на деревянных дощечках, и бересте отсюда и пошло это известное выражение. И особое почтение к написанным, безусловно, также должно было у них быть. На самом деле, здесь следует обратить внимание на то, что черты и резы в большом количестве дошли до нас. Что знаменитые берестяные грамоты тоже в огромном количестве дошли до нас, несмотря на то, что их уничтожали. О существовании дохристианской письменности у славян ярко свидетельствует сам славянский язык. На санскрите пиш означает писать, вырезать. И до сих пор, спустя как минимум пять тысяч лет, с того момента, как литературное воплощение Бога в Яссадева записал четыре веды Ивхагавата Пурану для людей эпохи Кали, мы пишем, а не занимаемся вританьем или чем-либо другим. Екатерина II, например, в отличие от академика Лихачева, не сомневалась, что они, славяне, древнее Нестор письменность имели, да они утрачены или еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Из записок касательно русской истории. Считается, что два монаха, грека, Кирилл и Мефодий, в 863 году наши эры дали славянам азбуку, научили читать и писать, до этого безграмотных славян. Но кто сказал и доказал, что славяне до прихода Кирилла и Мефодия до 863 года были безграмотными? Таких доказательств нет в природе. Более того, сам Кирилл в восьмой главе Панонического жития писал, что он приобрел в Херсонесе Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами. Неудивительно, что человек от христианства приобрел именно Псалтырь и Евангелие. Его эта тема интересовала. Удивительно многим то, что эти письмена были русскими. Представляете, что писалось до Кирилла и Мефодия, помимо Евангелия и Псалтыря. И вопрос, а куда подевались эти писания. Древние памятники письменности, упоминая в летописях материалы археологических раскопок, надписи на памятниках позволяют, вопреки общераспространенному мнению о безграмотности славян до периода Кирилла и Мефодия, доказать, как это сделал, например, Истрин в книге «Тысяча сто лет славянской азбуки». Наличие славян до Кирилловского письма. Но по-прежнему большинство авторов книг о славянах, особенно в научных кругах, и мысли не допускает о приоритете славян во всех областях мировой культуры, о наличии славянского письма в древнейшие времена. Я не буду полностью здесь цитировать всю эту статью «Дохристианская письменность славян. Гипотезы и факты». Несколько еще выдержек прочитаю. Например, Иванченко цитирует отрывок из письма Екатерины Второй Вольтеру и Дидро. Создавая российскую грамматику, Михаил Ломоносов, несомненно, хорошо знал более ранние грамматические наставления, бывшие до Кирилла у россиян, общеупотребительными, но не отважился открыть сие из-за опасения гонений Синода. Подобно тому, как Василий Татищев при написании истории российской, того же боясь, сокрыл осведомленность свою в летописях, слогом и воззрениями иными, нежели те, начало коим положил Нестор. Однако ж при чтении истории сего Татищева в том скоро убеждаешься. Следует отметить, что такое Священный Синод. Священным Синодом в Русской Православной Церкви, согласно действующему уставу РПЦ, называют высший орган управления Русской Православной Церкви вперед между архиерейскими соборами. Здесь дальше идет разговор о том, что важнейшим диверсионным актом Рюриковича было изменение письменности. Были найдены интересные грамоты в Новгороде, которые датируются очень задолго до Кирилла и Мефодия, то есть седьмым веком и тоже с буквами. И вот что написано в Велесовой книге, экспертиза которой прошла не так давно и доказала полную состоятельность Велесовой книги. То, что и по историческим моментам, описанным там, и по изложению она является подлинником. Так вот, Велесовая книга. «И никто не должен слушать их, рекут они, бо установили для нас письмо свое, або мы приняли он и утратили свое. Вспомните о том Кирилле, иже хочаше учить детей наших, но должен быть ховаться во домах их, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена, и то, как нашим богам править требаще». Как видите, здесь упоминание на то, что, в общем-то, задолго до Кирилла и Мефодия существовала грамотность, письменность, и Кирилл Мефодий изучал эту грамотность и письменность, чтобы потом убрать ненужные буквицы из нашей древней не азбуки, а буквицы именно, и чтобы подогнать ее под греческий стиль написания. Потому что в греческом языке, в алфавите, вернее, намного меньше, современном даже языке, не то, что старом, намного меньше букв, чем в современном русском. Я уж не говорю про древний. И поэтому нужно было как-то что-то убрать, для того, чтобы проще было читать и писать. И плюс ко всему, необходимо было изменить образы, образы, которые заложены в сами буквицы, то есть и количество было убрано, и сами образы были изменены. Здесь рассказывается о том, что Кирилл создал христианское письмо путем комбинации существующей многие тысячи летия азбуки слоян греческого алфавита. Здесь указывается о том, что найдены надписи более древних эпох, вплоть до неополивалита. Их чтение проливает свет на историю развития славяновской мифологии и культур на протяжении последних 30 тысяч лет. И так далее, и тому подобное. Статья достаточно большая. Здесь идет раскрытие всего того, что связано с буквицей, связано с древностью. Так что не поленитесь дохристианской письменности славян. Почитайте. Вот здесь и о подделках в истории рассказывается. Причем статья очень содержательная. Так сказать, не для зрителей сериалов примитивных, не для зрителей «Дома-2», а для людей, которые хотят разобраться в том, что было на самом деле у наших предков, а значит, в нашем прошлом, а значит, и у нас, потому что мы со своими предками суть едины, мы неразрывны. Это надо учитывать. К сожалению, многие, живущие в России, не понимают того, что нас связывает с древностью. Когда мы говорим, мы разбили того-то, мы одержали победу, мы построили это, хотя это строилось за многие столетия до нас или за многие десятилетия, что-то происходило с нас, но мы все равно говорим «мы», потому что с нашими предками нас связывает неразрывная нить. Но предки у всех разные. Может, у кого-то нить порвалась. Я не знаю этого, судить не берусь. На что еще можем обратить здесь внимание? Итак, про письменность мы поговорили. И вот тут, наверное, надо обратить внимание на двадцатую минуту, примерно вот отсюда. Давайте попробуем, если реклама, конечно, не выскочит. Они стоят и будут стоять всегда перед человеком. Но, опять же, я вспоминаю те исторические фильмы, которые я видел, я их видел множество, и я не могу сказать, что у меня было ощущение, сколько бы часто, что это обо мне сегодня, это о моем прошлом, замечательном, или как не очень замечательном, прямо можно сказать. Но вот такой смычки я не чувствую. А здесь... Вот тоже, опять же, интересный момент, о котором шла речь немного ранее, о том, что нет смычки, не чувствую. Да, естественно, это не обо мне фильм, естественно, не о нем фильм, и не о ком-то другом из наших современников. и этот фильм о ком-то из наших предков, или о представлении кого-то о наших предков. И это, да, точность в этом необходимо соблюдать, что это все-таки не обо мне фильм. Но, как говорил я раньше, мои предки, это суть я. Я имею ту же самую кровь, что текла внутри моих предков. я имею ту же самую генетику, что мои предки. Я имею тот же самый род, что и мои предки. И поэтому я с ними связан. Они не отрывны от меня. И опять же сталкиваюсь с тем, что непонимание, почему кто-то связывает. Ну, давайте дальше послушаем. Здесь очень чувствовали, это совершенно очевидно, и даже некоторые ваши, скажем так, противники написали петицию, написали петицию, которую потребовали привлечь создателей Виттинга к суду, причем с формулировкой за оскорбление чувств думающих. Ну, это же надо такое действительно придумать. Вот что бы вы ответили на утверждение, что эти зрители поступили так, потому что узнали на экране себя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok